Источник из ВЧК УГПУ утверждает, что одним из первоочередных задач после освобождения вора в законе номер один Захария Калашова будет решение конфликта с авторитетным бизнесменом из Узбекистана Гафуром Рахимовым. Причем этот конфликт грозит перерасти в настоящую войну. По словам источника, развитие событий было следующим. У бизнесмена подконтрольного Шакро возникли финансовые разногласия с супругой Гафура. Речь шла о крупной сумме в 7 миллионов долларов. В ситуацию мгновенно вмешался Рахимов и послал предпринимателя подальше. Коммерсант обратился за помощью к авторитетам Мартину Бабакихяну и Александру Захарову, которые временно представляют интересы Шакро на свободе. В результате Мартин и Сандра договорились о встрече с Гафуром и его супругой. Но разговор не пошел с самого начала, и Рахимов на фоне сильно ругающейся жены также отправил визиторов от Шакро куда подальше. К этому можно добавить и почти родственную обиду, нанесенную Гафуром Шакро, пока тот сидел в колонии. Названный сын Шакро, криминальный генерал Гурам Чехладзе, как-то отправился на непростую встречу с законником Лату Гулей. Однако на этой встрече неожиданно появился авторитет из Казахстана Арман Джумагильдиев, который неоднократно с Гулей выполнял особое задание для Гафура в криминальном мире. Квежоевич взял с собой Мартина Бабакихяна в качестве поддержки. Однако разговор не пошел по плану. В результате Арман Дикий избил Квежоевича, и Мартин вынужден был отступить, не сумев помочь сыну Шакро. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Чтобы получать уведомления о новых видео, нажмите на иконку колокольчика. Буду благодарен за вашу поддержку.